Начнем с того, что мы представимся. Меня зовут Александр, я менеджер развлечений и спортивных занятий в этом отеле. Рядом со мной Анастасия, она работает на ресепшене. То есть мы в данный момент из небольшого количества персонала, мы единственное, скажем так, кто говорит на русском языке, русскоговорящий, поэтому мы будем делать эту презентацию. Постараемся уложиться очень быстро, сделать ее максимально коротко и лаконично. И в конце ответить на вопросы. Да, так же самое вы можете в течение презентации задавать вопросы, если что, мы будем смотреть чат и параллельно можете спокойно задавать вопросы. В общем, Туйблю отель, Туйблю концепция, работает с 2016 года. Сейчас насчитывается более 300 отелей по всему миру. Это включая Хорватию, Турцию, Испанию, Португалию, Италию, Германию, Австрию и так далее. По всему миру находятся эти Туйблю отели. Наш отель так же само с 2016 года открыт. Мы находимся сейчас в Турции. И под этим брендом уже шестой год, да, 16, 17, 18, 19, 20, 26 год мы уже работаем. Ценности бренда объясним тоже чуть позже. В это входят такие уникальные вещи, как блюгайды, определенный уникальный опыт, который вы находите в наших отелях. Это тоже мы чуть дальше расскажем. Есть определенные, скажем так, ценности и приоритеты в питании, в спортивных занятиях и в сбережении, скажем так, окружающей среды. Это тоже одни из главных приоритетов нашего концепта, о которых мы тоже чуть дальше вам расскажем. Есть три категории отелей в нашем Туйблю концепте. Так же само о них мы расскажем вам. Что еще, что еще? Ну, верни назад, я проверю. Окей, отели Туйблю в Турции. Ну, да. Ориентированно по тестостилям жизни. Это тоже информация о бренде. Да, это тоже мы сейчас вам расскажем, чуть дальше перейдем. Бренд. Бренд. Так, как я уже сказал, да, в наших отелях у нас есть три концепции бренда. Отдельные есть Туйблю 4 All, Туйблю 4 Two и Туйблю 4 Family. У них есть небольшие отличия. То есть Туйблю 4 All принимает гостей как и с детьми, семейные, так и пары, разного рода категории возрастных гостей в нашем отеле. И есть определенные приоритеты, так же самое, в питании, в развлечении. Это очень разнообразная развлекательная программа, очень разнообразная спортивная, так же самое, да, и вечерняя программа тоже наполненная, насыщенная по максимуму. То есть это 4 All, такой отель, как и мы, в принципе. Туйблю 4 Two – это в основном пары. Это отель расположен для adults only, которые 16 и больше, 16 и выше возраст. Там, скажем так, немного другие категории, другая категория отеля, немного другое качество, так же самое на высоком уровне, но расположено больше для людей возрастной категории, over 16. То есть там нету детей, там больше развлекательная программа вечерняя, больше насыщенная вечерняя, так же самое и спортивная, скажем так, детского клуба нету, соответственно, и питание тоже немножко отличается. И есть Four Families, так же самое, в основном это отели, которые позиционируют себя так, как семейные отели, где очень большое скопление гостей с детьми, семьями, те, которые, скажем так, приезжают на более спокойный отдых. Где отдохнуть с детьми, с семьей, как я уже сказал. И там немножко по-другому работает детский клуб, там более насыщенная детская программа и развлекательная программа для детей. Поэтому, если, конечно, вы хотите приезжать с детьми или гости хотят приезжать с семьей, то, соответственно, Four Families будет самый идеальный, наверное, вариант. Но так же самое Four All тоже будет очень идеальный. Blue Fit. Что такое Blue Concept? Ту и Blue Concept включает в себя вот эти определенные шесть категорий, которые мы сейчас вам расскажем. Что такое Blue Fit? Blue Fit – это определенная спортивная программа, которая специально разработана для концепта Ту и Блю. В нее входят очень разнообразные спортивные занятия, скажем так, включая и функциональные тренинги, йоги, пилатесы, TRX-бенды. Сейчас у нас ввели новые занятия, такие как Jumping Fitness, Bungee Fitness, Flying Yoga. Это очень новые и очень интересные, скажем так, спортивные занятия, которые гости тоже очень любят. И еще Blue Fit включает в себя такую систему, что мы настроены на здоровый образ питания, то есть есть расписанные программы, есть сбалансированное меню специально для гостей. То есть если они хотят вести здоровый образ жизни, спортивный образ жизни, у нас есть определенные спортивные тренера, инструкторы, которые помогают гостям вести вот этот процесс спортивных занятий, совмещение спортивных занятий вместе с сбалансированным правильным питанием. Это включает в себя Blue Fit. Также самое Blue Connect – это тоже Blue App-приложение, то есть очень удобная функция, которая у нас так же с 2016 года, как только отель появился. Blue App – это приложение, через которое гости могут делать абсолютно любые услуги, то есть так же, как и бронировать сейчас место в ресторанах, бронировать в спа. Также самое спортивные занятия из-за того, что сейчас пандемия и ковид. Мы переместились полностью в App и все функции, любая резервация сейчас только через приложение, потому что места очень лимитированы. Есть определенные занятия, где очень небольшое количество людей, поэтому мы используем Blue App и советуем людям, используя Blue App, чтобы они резервировали свои места. Также самое, если это рестораны, если это какие-либо экскурсии, все так же самое делается через приложение. Любые услуги, любой сервис, например, если у вас, я не знаю, нужен пульт или полотенце, подушка, все это можно делать через приложение. То есть там все есть, и вся информация, так же самое гости могут использовать через приложение. Так же самое, если они хотят зарегистрироваться в Kids Club, если они хотят записать ребенка на то, чтобы он пошел в детский клуб. Так же самое можно делать все через приложение, любые услуги, все через приложение. То есть очень удобно, человека никто не бегает, никто не тревожит, он может с любой точки отеля, с любого места открыть приложение, посмотреть всю программу, что сегодня вечером, что сегодня днем, куда его ребенок может сходить, чем будет занят его ребенок, во сколько им пойти сегодня на ужин, на завтрак, они могут сразу забронировать себя на массаж или в спортивный зал и так далее и тому подобное. Все это очень удобно через приложение. Это что касается Blue Connect и самого Blue App приложения. Blue Experience – это также самые уникальные, скажем так, фичи, которые у нас сейчас в отеле. Некоторые, к сожалению, нам пришлось отменить из-за пандемии, из-за ковида, включая некоторые экскурсии. Но мы также само продолжаем до сих пор вести, например, велотуры. То есть гости могут также само спокойно зарезервировать и поехать кататься на велосипедах. Каждое утро мы выезжаем из отеля, конечно, с соблюдением всех норм и стандартов новых по, скажем так, как сказать это, по предотвращению распространения пандемии. Все эти, конечно, Blue Experience – это за дополнительную плату. Это все также само указано в приложении. То есть гости, если заходят в приложение, находят определенное развлечение, такое как велотур, там вся информация есть, сколько это стоит и любая другая информация. Скажем так, до пандемии у нас было намного больше вариантов и намного больше опций вот именно вот этого Blue Experience, таких как и разнообразных экскурсий. И у нас был еще, как сказать, Cooking Meat Hotel Director – это готовка с генеральным директором. Готовление какого-то специального блюда. Блюда, да, с генеральным директором. Но из-за того, что сейчас это все произошло, нам пришлось убрать, скажем так, этот экспириенс. К сожалению, надеемся, в ближайшее время когда-нибудь… Зарезервировать велик или велотур? Это велотур сам с велогидом. То есть вы не выезжаете сами, с вами определенный инструктор, человек-гид, который сопровождает вас в течение тура, он показывает тур, он объясняет, он делает экскурсию, скажем так. Но это все на велосипедах. Это что касается Blue Experience. Что такое Blue Guides? Blue Guides на территории отеля… У нас еще вопрос за велик, а сами могут покататься или… Велосипеды на прокат не даем, только с гидом. Все велотуры сейчас только с гидом. Скажем так, для вашей же безопасности, для безопасности гостей лучше все это делать с гидом, скажем так. Поэтому велосипеды не даем. И это за дополнительную плату. Вся информация тоже вот с ним могут найти в приложении. Находя велотуру, они могут спокойно найти стоимость определенного тура. Blue Guides. Больше рассказать про Blue Guides? Blue Guides. Blue Guides – это специальные… Кто мы? Специальные работники отеля. Специальные работники отеля, которые помогут вам решить любой вопрос, сложив всю проблему. Разговаривают чаще всего на всех языках. Кто они? Что мы можем делать спешил? Blue Guides – это, скажем так… Человек, который знает все. Да. Которые помогают в отеле, если вам нужно зарезервировать так же самое какое-либо место. Например, на спортивное занятие или в хамам. Или у вас есть какая-то экстрауслуга. Например, у вас будет день рождения или у кого-то есть членов вашей семьи день рождения. Или свадьба, или еще какая-нибудь, скажем так, дата. Вам нужно что-то отметить. То есть, эти люди всегда помогают. Они всегда рядом, они всегда вокруг в отеле. Они отвечают за качество отдыха в отеле. То есть, они собирают информацию. Вдруг у вас какое-либо пожелание. Вам необходима какая-то услуга, любой сервис выполняется через них. То есть, они всегда рядом. Если увидеть человека с футболкой, прошу прощения, Blue Guides. То есть, это тот человек, к которому вы можете обратиться с любой услугой и за любой информацией, которая вам необходима в отеле. То есть, это все касается любых услуг, что находится здесь. Поэтому, это люди всегда в отеле, всегда рядом. Но это как определенный тоже приоритет ту и blue концепта. Blue Design. Так точно вам сказать не можем, что именно значит Blue Design. Дизайн создавали не мы, но это определенный дизайн, который вы будете встречать, если гости будут попадать именно в сеть ту и blue отеля. Они будут замечать определенные сходства, что касается мебели, что касается какого-то декора, особенно лобби. В эко-стиле. В эко-стиле. Да. Темно-синих тонах, скажем так, или светло-голубых тонах. Это все вот один стиль. Поэтому, я думаю, там много рассказывать не нужно. Это просто нужно видеть вживую. Так же самое Blue Taste, как мы уже говорили. В основном ту и blue концепты, ту и blue концепция всех отелей больше себя располагает и позиционирует как здоровый образ жизни. Питание для здорового образа жизни. Который включает очень большое разнообразное меню. То есть, если мы находимся в Турции, это не значит, что мы пидаемся только турецкими блюдами. Здесь очень разнообразная и средиземноморская кухня, и европейские блюда, и разных национальностей. Так же самое можно легко встретить. Это то, что Малой ты рассказывал. Да, это уже о том, что у нас три разные категории. Что такое, ту и blue for all, for families и for two. То есть, здесь тоже, как я уже говорил, они позиционируют себя три разные. Есть отели ту и blue, for all, for families и Leopard, которые за шестнадцать. Так же самое это отели, которые находятся в Турции официальные. Которые вот у нас здесь, ту и blue Palm Garden, ту и blue Sari Yerme, ту и blue Grand Azur, ту и сена отели. Это все отели. Как видите, ту и blue Sari Yerme Park и ту и blue Palm Garden были открыты в мае 2016 года. Ту и blue Grand Azur и ту и blue сена были открыты чуть позже, уже в двадцатом году, в мае. Так же самое. И все эти отели, кроме ту и blue сена, это отели for all. Единственное, ту и blue сена, это отель для двоих, то есть за over 16. Adults only. Здесь небольшая информация, вы можете, да, увидеть именно о нашем отеле, сколько комнат, какая концепция, какая категория отелей, вот открытие места, количество номеров, количество спальных мест, насколько далеко это от аэропорта, детский бассейн и так далее. Дальше будет немного подробнее описано. Если вопросы у вас по... Какие у нас уникальные характеристики? Некоторые мы уже объяснили, некоторые мы вам уже рассказали. Единственное, из очень полезных, скажем так, услуг в нашем отеле, это гости сразу чувствуют при заезде, при arrival, они, возможно, даже сделать онлайн-регистрацию, чтобы долго не ждать по приезду на лобби, то есть вы заранее можете зарегистрироваться. Опять же, через приложение скажи. Через приложение, все правильно. Я скачала себе приложение BlueUp, но пока не нашла там цен на все, что experience. Цены вы можете найти только в... Вам нужно выбрать сначала отель, если выбираете определенный отель, в разных отелях разные цены, то же самое зависит от региона, если выбираете Италию, или Испанию, или Турцию, везде по-разному стоят цены. Поэтому вам нужно сначала выбрать определенный отель, например, Туйблю Пангарден, наш отель, выбираете, после чего вы находите вилла-тур в программе, или вы находите Daybed, или еще какой-нибудь experience, какие-нибудь экскурсии, то там именно в самом описании написано, указана цена. Указать? Да. Давайте на камеру покажу примерно. Программа на завтра. Полностью на русском идет описание. Программа есть на всех языках. Английский, турецкий, немецкий и русский. Полностью идет описание тура, его сложность, его продолжительность. И также указана обязательно цена тура. Сразу же забронировать. От гостя потребуется всего лишь его номер комнаты и фамилия. Я думаю, видно, да? Я думаю, да, видно было, да. В общем, и такие эксперименты, такие услуги можно найти легко. Мы сказали, только для взрослых. Вся информация, да, в принципе, вы можете найти по поводу возраста, по поводу оплаты. Это все находится в приложении. Онлайн-регистрация также через приложение, чтобы вы не теряли свое время при заселении. Поэтому мы всегда советуем турагентам при продаже тура сразу же показать туристам, как работает эта система с Blue App. Так, опция номер по вашему выбору. Совсем недавно, несколько лет назад, ввели систему также номер по выбору. То есть гость самостоятельно с помощью карты может выбрать спешл номер для себя. Как объяснить дальше от ресторана, ближе от ресторана? Я по-русски не знаю. В общем, гость может самостоятельно на карте выбрать себе бунгало, где он хочет иметь свой номер. Это будет первый или второй этаж. Забронировать этот номер будет за дополнительную плату, стоимость этого 10 евро. Также в приложении есть подробная карта с расположением всех категорий номеров, в каждом бунгало. Также удобная функция, если у кого-то есть особенные предпочтения размещения номера по дальности от ресторана или же от бассейна, или же наоборот более тихие номера, ближе к ресепшену. Сейчас дальше будут идти описания каждой категории номера. Номер стандарт. Номер стандарт. Так же самое, да, ты уже сказал, да, что вы можете найти информацию. Прошу прощения. Стандартный номер. Далее идет самая популярная категория. Это номер комфорт. Двое взрослых, один ребенок или же трое взрослых. Вы можете посмотреть его особенности. Это что у нас? Номер family, двухкомнатный номер. Размещение максимум 5 человек. Также во все номера идут дополнительные кроватки для инфантов до двух лет. В каждом номере могут предоставить дополнительно кровать для взрослого и также детские бортики. Все возможные дополнительные услуги, как детские горшки, детские сидения на унитаз, детские подставки. В каждом номере есть набор из кофе, чая, а также чайник. Это очень важно для тех, кто с детьми и с малышами. Центральная система кондиционирования в каждом номере. Дальше категория suite. Что здесь у нас особенного? В категории suite бесплатно даются халаты. Также есть эспресс-машина вместо чайника. И также проигрыватель Blu-ray. Скидочные купоны еще в Брус-пам. Отдельная регистрация, персональное сопровождение. В общем, да, у нас есть три ресторана. Один из них главный ресторан отеля, в который гости могут, скажем так, позавтракать, пообедать и поужинать. Из-за того, что сейчас, скажем так, опять у нас пандемия, в данный момент мы предоставляем завтрак, обед и ужин в главном ресторане только по регистрации, через приложение. Для того, чтобы сократить большое скопление людей в определенное время. То есть мы сделали регистрацию, если человек хочет пойти на завтрак, обед и ужин, ему просто необходимо через приложение указать, в какой период времени он хочет прийти и сколько человек будет. Это все на самом деле тоже делается очень просто и так же само при входе, просто проверяют регистрацию, вы заходите, подотравливают столик, вы кушаете, обедаете, завтракаете. Да, но при заселении мы в любом случае помогаем гостям, показываем, как работает эта система, поэтому не волнуется никто, мы все покажем и расскажем. Да, с этим проблем, в принципе, не возникало и не возникает. Так же самое есть бар-ресторан на пляже Purple Turtle, это, скажем так, снэк-ресторан, где люди в обеденное время могут тоже пообедать, перекусить Gözleme, это определенная, скажем так, специальная турецкая такая выпечка, очень вкусная. Так же самое они могут и насладиться кофе другой определенной выпечкой, на этом Purple Turtle. Он открыт каждый день в течение обеда, скажем так, в обеденное время. И есть еще а-ля-карт-ресторан Леванты со средиземноморской кухней, восточной средиземноморской кухней, это по резервации, да, то есть это или по дополнительной оплате. То есть если Purple Turtle main ресторан, это бесплатные, то Леванты а-ля-карт-ресторан, он за дополнительную оплату, по-моему, 16 евро, если я не ошибаюсь, за человека, за ребенка, 8. И первое посещение бесплатное. Да, первое посещение. Первое посещение от 7 ночей, первое посещение будет бесплатно. Что сейчас будет готово для деток, будет ли русскоязычная анимация в наших любимых Tropical или Sari Germe? Это очень хороший вопрос, но а что там еще про рыбалку? Давайте мы с самого начала подожди. Это мы читали. Дальше давай. Вот, может быть такое, что одна семья хочет, например, велотур, а больше никто, ведь все равно поедет, заказать можно тур для них или какая-то рыбалка. Минимум от двух человек тур. Да. Тур пускает два человека, то есть должно быть зарегистрировано два человека на туру. Если один человек зарегистрирован, тур по технике безопасности не может состояться, скажем так. Но таких случаев бывают, но все равно находим какие-то исключения, находим все равно людей, чтобы поехать, чтобы никого не расстраивать. Ну, то есть бывают. Такие случаи все равно бывают, что там приходит один человек, один регистрируется. Из-за того, что сейчас, скажем так, ковид, особенно в прошлом году, у нас была очень низкая посещаемость велотуров, скажу честно. Это, наверное, все-таки больше связано с ковидом. Люди боялись выезжать, люди боялись куда-то путешествовать здесь недалеко и посещать какие-то места. Но в этом году, надеемся, все изменится. Что касается рыбалки, рыбалки у нас, мы не организовываем такие выездные туры от отеля, но каждый день присутствует представитель компании ЦУИ Украина и ЦУИ Россия ГИД, у которого есть абсолютно все экскурсии, включая рыбалку. Поэтому забронировать можно будет через гида. Что сейчас будет готово для них? Будет иеранская язычная анимация? За Тропикал, именно Туиблюк Тропикал ничего, честно сказать, не можем, но вот за Саригерми парк, это тот же отель, скажем так, который, наш близнец, который работает, будет открыт 1 июля. Насколько я сейчас знаю, ребята тоже готовятся к сезону, и там определенно будет и русскоязычный персонал, русскоязычная анимация, все будет готово. И так же само детский клуб будет полностью работать. Я вот буквально недавно, скажем так, вел разговор с менеджером, и поэтому там все будет тоже на высшем уровне. Это самое единственное, что сейчас как в нашем отеле, так и в Саригерме, скорее всего и в Тропикал, есть определенные ограничения. Правильно, мы не можем вести для детей, мы не можем проводить развлекательные программы для детей, которые включают, например, мероприятия, что касается приготовления еды, какие-нибудь там приготовления пиццы или выпечки, как было раньше, такие мероприятия, как раскрашивание лица или что-то с рисованием на теле. Это все запрещено из-за кобида, еще нельзя проводить из-за того, что, скажем так, по законам Турции, по законам этой страны, мы сейчас не имеем права проводить любые мероприятия в бассейне с детьми. То есть в бассейне купаться можно, но именно проводить групповые развлекательные мероприятия мы, к сожалению, не имеем права. Это что касается детского клуба, это, к сожалению, такая реальность. Так, а в море? В море мы не проводим, в море это только, скажем так, родители могут быть со своими детьми. Мы не берем ответственность купаться с детьми в море, это, скажем так, немного не наша прерогатива. Это очень опасно, скажем так, брать ответственность и идти в море с детьми, потому что еще многие гости боятся отправлять детей с другими людьми, с аниматорами в море. Поэтому единственный был вариант в бассейне, но сейчас в бассейне нельзя. Четыре бара в ресторане. Самый большой бар находится на террасе, The Bar. Все местные алкогольные и безалкогольные напитки в отеле, естественно, бесплатные импортные напитки за дополнительную плату. Второй бар на пляже, точно так же местные алкогольные и безалкогольные напитки. Горячие и прохладительные входят в стоимость и в концепцию All-Inclusive. Welcome Lounge, который находится непосредственно на ресепшн, он открыт круглосуточно. Предлагается сервис закусок Grab & Go. Всегда вы найдете свежие сэндвичи, йогурты, фрукты, обязательно бутылированная вода, минеральная, детские соки. Это все в концепции All-Inclusive. Ну и последний детский бар, безалкогольные напитки, детские коктейли, полезное йогуртовое мороженое, находится возле мини-клуба-бар и также включен в концепцию All-Inclusive. У нас в этих двух отелях песчаный пляж. Вообще расскажите про форекс. Все наградочные. Немного дальше мы сейчас дойдем до темы пляжа, будет полное описание пляжа. Сразу скажу наперед, если вдруг у вас есть вопросы. Генеральному менеджеру отеля, он сейчас находится рядом с нами. Если у вас есть вопросы, напишите сразу. И он выделил пару минут, чтобы подойти. И если нет, то нет. Если да, то напишите вдруг у вас есть хитарара. Именно вопросы генерального менеджера отеля. Да, вопросы генерального менеджера отеля. Мы чуть подождем. Если нет, то мы его отпустим. Спасибо. А пока давайте мы вам расскажем про бассейн и пляжи, если никаких вопросов нет. Давайте вопрос был про пляж. Пляж песчано-галечный, 180 метров. Пляж отмечен сертификатом голубой флаг. Это считается самым чистым пляжем Турции, на территории Турции. Пляжные полотенца, шезлонги, зонты от солнца. Все это, естественно, включено в концепт All Inclusive. Действует экологическая программа. Полотенца вы можете обменивать раз в сутки. Это мы обязательно предупреждаем гостей при заезде. Дополнительные смены полотенец будут за дополнительную плату. Есть также свой пирс в отеле. Он будет открыт в зависимости от погодных условий. И есть такая услуга павильоны на пляже, индивидуальные домики с сейфами и большими белыми диванчиками. Эта услуга тоже за дополнительную плату. Всю информацию по стоимости и полное описание услуги вы можете найти через наше приложение. Там же гости бронируют эту услугу. Скажу за пляж. Ты больше бываешь на пляже? Обход. Пещано-галечный так и есть. Пещано-галечный. Если говорить про наш отель, про Туйблю Пангарден, то там буквально пару метров и уже глубина. Глубина начинается. То есть это не тот пляж, как, допустим, в Белеке. Достаточно резко начинается глубокий вход. Поэтому с детьми придется находиться рядышком. Или же для тех, кто не умеет плавать, может доставить небольшой дискомфорт. Но никаких камней на море нет. Вход чистый. Поэтому будет достаточно удобно. Дополнительных каких-то тапочек. Ничего этого не надо. Ну, в общем, если у вас нет вопросов. Самый пологий вход в море в Сарыгерме. Все верно. Да. В общем, генеральный менеджер передает вам привет тоже. Надеется увидеть вас лично у нас в отеле. Познакомиться с вашими гостями. В общем, он пошел дальше работать. Да, самый пологий вход в море – это… Мы рады вас видеть, бабусь. Да, выигрыш. В Сарыгерме. Вот в прошлом году я был в Сарыгерме. Да, там метров, наверное, 50. Ты идешь прям по колено, по щиколотке. Потом только уже ты доходишь по поясу. Дальше там на глубину нужно метров 100, наверное, точно пройти. Ну, у пологого пляжа есть тоже свои преимущества. Идеально чистая вода. Ну да. Вот поэтому. Бассейны. При бассейнах. При бассейнах. При бассейнах, да. Один главный бассейн, один бассейн для деток – это 50-сантиметровый. И один бассейн для очень маленьких, скажем так, бэвиков – это 10-сантиметровый. От нуля от 20. Да. Так же самое, конечно, как и во многих отелях. У нас есть тоже спа-помещение. Хамам, сауна и парная – это все бесплатные услуги, которые также самое через приложение требуют бронирования и зоны отдыха. Скажем так, в сферу платных услуг будет массаж, турецкая баня, услуги парикмахера и любые другие косметические услуги. И это все за отдельную дополнительную вкладку. Так же, как я уже говорил по поводу BlueFit-программы, что включает в себя BlueFit-программа – это очень разнообразная спортивная, насыщенная программа в отеле, включающая, как и очень спортивные кардио-тренировки, групповые тренировки, персональные тренировки с тренером, расписывание нутришина, то есть питание. Так же само, если вы не спортсмен, если вы не увлекаетесь прям серьезным видом спорта, то вы можете найти большое количество развлекающих мероприятий, как стрельба из лука, дартс, разнообразные тоже, как вам сказать, бочер, которые европейцы любят. К сожалению, из-за ковида, из-за пандемии мы были вынуждены отменить очень известные, очень популярные занятия, такие как волейбол на пляже. Так же само, мы отменили водную аэробику, футбол, водное поло. Это все, скажем так, мероприятия, в которых нельзя избежать физического контакта или какой-то передачи материала в том же волейболе или в том же аквафите. Аквафит почему отменили? Потому что аквафит делается в бассейне. И, как я уже сказал по местному законодательству, сейчас в Турции любые мероприятия в бассейне, любые какие-то групповые занятия в бассейне запрещены, поэтому аквафит мы убрали. Но мы нашли альтернативу аквафиту, сейчас мы ведем в море. Называется сейджогинг, это как ходьба в море с определенными поясами. Это, скажем так, альтернатива аквафиту, это проводится в море. Поэтому здесь в презентации, скажем так, еще указано, что есть пляжный волейбол, есть также самые какие-то другие футболы, баскетболы, такого сейчас, к сожалению, не проводим. Так же самое, как вы уже видите из этой презентации, есть еще платные те же самые туры на горных велосипедах, под которыми мы говорили, под руководством гида. Есть индивидуальные, то есть те же самые персональные тренировки, определенный фитнес-инструктор за дополнительную оплату, он составляет план тренировок и план питания на вашем отдыхе. То есть все по желанию, насколько вы хотите, чтобы это было расписано, это все составляется с инструктором, но это также самое за дополнительную оплату. Водные виды спорта, такие как мотоциклы водные, лыжи, параселлинг, это все тоже за дополнительную оплату находится на территории отеля. Вся информация тоже может, гость может найти легко через приложение. Entertainment. Да, entertainment и развлечения вечерней, опять-таки, из-за этой всей пандемии, из-за новых законов и новых регуляций, как сказать. В правилах. Да, скажем так, в правилах в отеле. Мы в данный момент не имеем права проводить шоу вечерней и детскую дискотеку, только у нас сейчас живая музыка в отеле, и вот буквально недавно, до этого это было до 10 часов вечера, вся развлекательная вечерняя программа была только до 10 часов вечера, то сейчас, с 1 июля, вышел новый закон, что мы можем вести вечернюю программу до 12 часов вечера. Это немножко облегчает нам, скажем так, время и возможность немного развлечь гостей вечером, но все равно, скажем так, мы не на полную еще можем развлечь, потому что вечерние шоу пока еще запрещены из-за того, что, скажем так, закон говорит о том, что мы не можем собирать большое скопление людей в одном месте и создавать какие-то мероприятия с большим скоплением людей из-за этого. Но мы очень надеемся, что это изменится, пока точно никакой информации нет по этому поводу. Сейчас на данный момент приблизительно 50% заполненности отеля. Я еще не совсем знаю, как в этом году государство разрешит, не разрешит заполнять отели на 100% или же пока это остается по прошлогоднему году, это будет максимум 70% заполняемости. На данный момент мы знаем, что буквально неделю назад только открыли дороги в Европу, поэтому начинаем потихоньку принимать гостей из Европы, гости из Украины. Пока еще гостей из России у нас нету. И также местное население, турки, буквально на 2-3 ночи у них заезды, поэтому основной контингент составляет это Европа сейчас, гости из Германии и Украина. Из Украины, да. И, насколько я знаю, в ближайшее время мы все-таки ожидаем большая, самая, скажем так, основная заполненность будет русскоговорящий контингент. Это та же самая в этом году. Это будет гости из Украины, России, Белоруссии, будут гости из Литвы. Литвы, Латвия, Чехия, Польша. Да, и небольшое количество Европы, скажем так, и Германия тоже присутствует, но, возможно, в ближайшее время, в том же июле или в августе, мы надеемся, что еще откроют у нас Англию, и Англия тоже очень любит приезжать в наш отель, и в основном во многие отели Туйблю здесь, в Турции. Для детей, подростка. Да, с прошлого года у нас новая концепция Туйкиц-клуб, которая разделена на три группы детей. Скажем так, первая группа называется Минис, это от 3 до 6 лет, Максис от 7 до 12 лет, и есть группа тинейджеров, это от 13 до 16 лет, но эти программы для тинейджеров мы проводим только в период летних каникул европейских, скажем так, это где-то сентябрь или август, и в начале, по-моему, апреля есть определенные месяцы, определенные периоды, когда мы проводим тинейджерские программы. То есть это не всегда, это не весь сезон. Так же самое, эта информация есть в приложении, гости могут найти. Что касается детского клуба, деток мы принимаем от 3 лет, то есть до 3 лет детки могут находиться только с присутствием родителей, то есть в сопровождении родителей могут приводить в кит-клуб, от 3 до 6, с 7 до 12, без проблем, можете оставлять деток в детском клубе. Очень разнообразная программа. На данный момент кит-клуб работает с 10 утра и до 6 вечера. Есть определенный период, в обеденное время перерыв, то есть там кит-клуб не работает, а так до 6 вечера. И, скажем так, до пандемии, до всех этих запретов, у нас, конечно, была детская дискотека, сейчас мы ее проводим, но, скажем так, в лимитированном объеме, там 15 человек максимум, 15 деток мы берем максимум, это каждый вечер, и ждем, пока будут какие-либо изменения со стороны законодательства, со стороны правительства в этом году, но надеемся, что они будут. В общем, посмотрим. Так же само на территории отеля и на территории именно самого кит-клуба все предназначено для деток, то есть есть там детские стульчики, детские кроватки, и все, что касается, скажем так, то, чем дети могут пользоваться. И так же само это касается номеров, если вам нужен номер, детская кроватка дополнительная, или, я не знаю, что еще заказывать. Подогреватели для бутылочек, радионяни, горшки, сидения, все это по запросу бесплатно предоставляется в номер гостям. Да. Коляски тоже есть, они будут за дополнительную плату, стоимость и условия аренды вы тоже найдете уже в приложении в нашем. Есть еще какие-то вопросы у вас по детскому клубу, возможно, напишите нам в чат, возможно, мы что-то еще не ответили по поводу детского клуба. Спасибо. В принципе, да, может, посмотрели видео, видно, напишите тоже, со звуком или без. Спасибо. В принципе, там ничего не говорится, там просто играет музыка. Ну, главное, взять эти... Спасибо. 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 скажите пожалуйста у вас остались ли еще какие-нибудь вопросы на что мы не ответили подробнее про детские горки на какой возраст рассчитаны ограничений нет насколько я знаю по поводу детских горок если конечно детки очень маленькие то конечно мы советуем с родителями в детском бассейне тоже есть горки и также 5 взрослых горок но четких возрастных ограничений нет это уже на усмотрение будет родителей да то есть там с этим гости сами выбирают еще что-нибудь еще какие-либо вопросы у вас что-нибудь осталось что мы недорассказали что вы бы хотели уточнить вроде все если вам все устраивает вот эти контакты только которые на экране то есть сюда пишите то есть оставляйте свои пожелания или какие-либо запросы на эти сайты и там соответственно я думаю вам будет предоставлена любая информация по поводу контактов более дополнительная в общем если у вас не остались не осталось вопросов в принципе мы смогли вам объяснить концепт и скажем так рассказать на фишке наш ту и блю концепта нашего отеля заинтересовать надеемся вас будем тогда прощаться спасибо большое за то что были с нами мы желаем вам хорошего дня и ждем вас гости присылайте гостей приезжайте сами мы будем очень рады вас видеть очень рада вас встретить и берегите себя это самое главное сейчас спасибо вам тоже за то что были с нами в субботу пришлю две семьи хочу же йогуртовую мороженку приезжайте пока есть все спасибо вам еще раз тогда за участие надеемся видимо скоро и ближайшее время хорошего дня и хорошего четверга и хороших выходных